Дикарноцимикс, что в переводе означает король насекомых, является подобным медведке-существом, которое обитало в болотистых безднах острова Черепа. Эти глубинные обитатели расселин, питались трупами и мелкими животными, тем самым очищали дно пропасти от всего, что они могли найти. Более крупный, более мощный, чем паучий коготь, Дикарноцимикс являлся агрессивным хищником и мог без раздумий атаковать все, чтобы было меньше их самих. Самки Дикарноцимиксов разрывали трупы на мелкие куски, перетаскивая мясо в небольшое углубление и помещали его внутри месте складка яиц, герметизируя отверстие, выделяемое слизью впоследствии, как бы цементируя проход. Затем появлялся молодняк и начинал поедать мясо, при этом вырастал достаточно крупным, чтобы прогрызть проход и выйти на поверхность. Дикарноцимикс является огромным сверчком, вырастающим от 5 до 10 футов в длину. Он имел очень прочный экзоскелет, 4 ноги, служащие для передвижения, а также 2 хватательные конечности. Обычный окрас был зеленовато-коричневого цвета. Дикарноцимикс являлся плотоедным гигантским родственником сверчков с передними конечностями, снабженными острыми когтями и служащими для разрывания туши. Агрессивные охотники, а также падальщики Дикарноцимиксы нападали на мелких животных, которым не повезло попасть в область их наблюдения. Разрывали их когтями и острыми, как бритва челюстями. Дикарноцимикс является насекомым, произошедшим из отряда примокрылых. Рацион как падальщик, так и яичник в длину достигал от 2,5 до 3,3 метра. В росте до 1,4 метра весил при этом от 200 до 250 килограмм. Обитал в разломах и пропастях острого черепа.